здравствуйте коллеги добрый день дорогие друзья надеюсь меня хорошо видно и слышно сегодня у нас тема использования методов сказка с терапией сказка так или иначе присутствует в нашем образовательном процессе даже в обычной жизни как может ребенок расти без сказки она всегда рядом с нами и вы ведь сами тоже иногда сочиняете сказки напишите пожалуйста вы вам приходилось сочинять для детей сказки сказка терапии используют сказка терапии используют уже готовые сказки с помощью анализа мы будем смотреть как это делается а еще и часто люди сами начинают сочинять предпосылки сказка терапии давали еще такие психологи как карл густав юнг эрик бёрн и зигмунд фрейд они начали изучать подсознание человека то есть есть часть контролируемого нашего сознания есть часть нашего подсознания которое мы не контролируем однако они воздействуют на на нашу жизнь на наши на то как мы поступаем и их задача была они старались разгадывать зашифрованной информации которые передавалась через сказки потому что человеческий мозг принимает информацию в разных пластах и сказка позволяет как раз воздействовать на несколько уровней человеческого сознания и глубже давать эти понятия однако такое понятие как сказка терапия вели русские ученые это даниил борисович эльконин и очень сильно этому послужили еще труды льва семеновича выгодского который очень большое внимание уделял воспитанию детей детей детской психологии так ведут театральный кружок сочиняю вот я вижу друзья мои вы активно сочиняете ну что ж теперь мы будем смотреть изучать как же можно сочинять сказки не просто интересные но и корректирующие психологическое состояние ребенка поведенческие модели давайте посмотрим что же такое сказка терапия это метод психологической коррекции помогающий развитию гармоничной личности решение индивидуальных проблем то есть она с одной стороны помогает в группе создать определенную атмосферу а также если у детей возникают индивидуальные проблемы их тоже можно прорабатывать как в группе так и индивидуально в индивидуальной работе инструментом данной терапии выступает сказка позволяющий на примере героев проследить особенности поведения и поступков разобрать конкретную жизненную ситуацию как-то ученые выделили три интересных этапа роста человека вначале человек как верблюд потом как лев как потом похож на ребенка что же подразумевает психологи говоря это человек трудится как верблюд в начале своей жизни осознанной жизни я не имею детства да то есть после 18 лет как мы пошли работать мы трудимся работаем уделяем этому огромное влияние потом достигаем определенного уровня когда читаем себя осами то есть мы уже можем уже сильный в какой-то момент нам хочется все это отпустить и мы впадаем в детство мы вспоминаем что весь нам так легко когда сбрасываешь вот эта тяжесть ответственности и возвращаешь возвращаешься к душевной чистоте к тому покою состоянию когда ты воспринимаешь не ты отдаешь труды свой а начинаешь получать получать душевное духовное удовлетворение и вот такой интересные схемы у нас есть то есть рано или поздно и мы возвращаемся к ребенку так очень важно чтобы в состоянии ребенка в то время когда он ребенок у него сформировались как можно больше положительных эмоций как можно больше положительных моделей кстати сформированные эти же модели будут влиять на то как человек работает то есть он переживает опыт верблюда и как он в дальнейшем переживает опыт побед когда он уже властелин он властелин леса он управляет какой-то ситуации ведь если взять каждый человек это уже создает семью у него рождаются дети будь то женщина будь то мужчина они уже принимают роль короля и королевы да с возрастом вначале они заботятся о ребенке а когда ребенок чуть-чуть вырастает они уже проявляют в себе качество короля и королевы который управляет королевство то есть своей семьей своя семья тоже небольшое государство в котором четко распределены роли у сказкотерапии были три этапы становления причем эти этапы так и не закончились они продолжаются каждый из них и дает свои ветви это этап спонтанного сложения передачи истории иногда это бывает анекдоты иногда вот получился момент и вы сочиняете что-то этап научного осмысления метафорического материала вот вам пришло на ум что-то а потом вы уже сидите и осмысливаете или читаете то что осмыслили ученые психологи уже они слой за слоем а мы научимся сами уже в сказках искать вот эти слои внутренние метафорические параллели которые можем привносить свою практику уже для наших воспитательных целей и третий этап это использование сказки как техники или как упаковки основного инструмента психолога педагога ведь если взять вот иисус христос начал проповедь свою причину притчи это истории сказка тоже история только в сказке присутствуют выдуманные герои и что получается человек более приспособленным вы понимать историю принимать историю не отдельные такие поговорки пословицы да они имеют свое влияние но они больше как директивы идут однако свое объяснение смысл для чего это нужно как или как это нужно она проявляется уже в историях когда история показывает уместность этих высказываний да то есть сказка отличается от поговорок и пословиц тем что не имеет директивного характера а наоборот с помощью истории она показывает и вы как бы из подволь приходите к определенным решениям к определенным выводам итак если мы осмысленно начинаем сочинять сказки для детей и в сказке имея готовую сказку мы задаем определенные вопросы мы используем ее как упаковку инструментария психолога педагога сказка что делает она передает знания о жизни с одной стороны в сказках мы можем показать ребенку поведение в различных жизненных ситуациях сидят за столом тихо кушают аккуратно кто-то там чавкает и это некрасиво да если и смотрим историю церемной лягушки то там уже показано да кто-то тихо аккуратно а кто-то там неаккуратно и то что делает положительный герой это пример для подражания то что делает отрицательный герой у него уже показывается что так нельзя дальше одежда как одеваются это показываю то есть через сказку через рассказы простым изложением каких-то деталей мы передаем как надо вести в определенных ситуациях зашел к старцу поклонился да зашел к царю опять же сделал поклон там визирь объявил о нем вот все эти этапы тоже рассказывают о каких-то жизненных ситуациях ведь вы когда идете к директору к начальнику вы не попадаете прямо к нему а через секретаршу то есть даже если мы рассказываем о царе то мы показываем что перед тем как дойти до него есть другие люди которые объявляют об этом то есть даже старые сказки при старых традициях может чуть-чуть переиначить или после рассказ уже в объяснениях спросить а у нас как или обсудить этот вопрос дальше поведение в экстремальных ситуациях каждый герой в любой сказке попадает в экстремальные ситуации часто в начале герой ведет себя неправильно а потом он находит другой способ поведения другую манеру и он выигрывает и тогда или один герой поступает неправильно другой правильно ну вот сказать правильно неправильно это немножко однобоко потому что например обман это очень плохо да мы знаем что это плохо но в каких-то экстремальных ситуациях это проявив хитрость уже перехитрив можно выйти из ситуации то есть мы тут показываем что иногда и это возможно но с полным осознанием до какой степени в каких ситуациях это можно сделать то есть дает нам психологическую гибкость дальше знание о природе организации семьи и иерархии знание эмоциональных и душевных переживаний стало грустно крученица да различные моменты обрадовалась и вот эти душевные переживания которые человек говорит рассказывает уже позволяют задуматься что это такое а как это а иногда эти чувства созвучны с эмоциями ребенка а как только он почувствовал созвучие со своими эмоциональными состояниями он входит в новые понимания он чувствует как будто это о нем или это близко к тому он начинает прислушиваться и находит решение этих переживаний идет стопами героя который пережил такую же историю вот автор книг про гарри поттера как начинала написать просто у нее был маленький ребенок который боялся и когда у него появлялись страхи она каждый раз сочинял какую-то историю в итоге эти рассказы эти истории превратились в большую книгу про гарри поттера которая имела несколько томов развитие столько кинофильмов сняты которые просмотры и продажи этих книг и фильмов миллионы а все началось именно со сказки когда мама решила помочь своему ребенку и сочинила сказку где главный герой мальчик попадал сложной ситуации такие же чувствовал те же чувства что его сын и преодолевал каким-то образом и в сказке мы даем понятие о том что хорошо и что плохо например тоже обманывать плохо а временно проявить некоторые хитрость чтобы ускользнуть или выиграть время у врага это уже полезно обсуждение сказок после того как мы прочитали сказку с ребенком прослушали посмотрели мультфильм и фильм все равно мы начинаем обсуждать при правильной постановке задачи мы повышаем осознанность ребенка он начинает лучше чувствовать понимать мы позволяем пережить чужой опыт то есть он в жизни своей не может пережить такой опыт а вот в сказке и он увидел и переживал сло переживал с другими героями вот напишите пожалуйста как часто вам приходилось видеть как дети все переживают с героем они принимают на себя силу этого героя но почему появилось то что дети одевают одежду человека паука или каких-то героев почему они видят внутреннюю силу этого человека и они тоже одевают они хотят стать обладать какими-то сверхспособностями и представляют как будто они уже обладают этими способностями дальше обсуждая сказки анализируем и позволяем им проводить аналогию причем аналоги как прямые осознанные как и так и они идет на подсознательном уровне проводит подсознание проводит аналоги и придумывает новые новые фиксирует в своем сознании новые методы поведения дальше трансформируется поведение как это мы увидим в дальнейшем теория волшебства какая сказка без волшебства сказкой есть самое волшебство так вот первый аспект волшебства которые отмечают авторы создатели сказкотерапии это искусство формирование особого состояния души мы не говорим жила была жил был дед да баба и у нас получается иная интонация звука мы этим звуком переводим его как бы в состояние другое состояние и когда появляется волшебство дети полностью верят да не только дети мы тоже взрослые верим иначе не смотрели бы столько мелодрам фантастики или всякого то что по телевизору показывают все эти кинофильмы по сути тоже сказки истории с участием но только более реальных как бы декорациях хотя когда идет речь о фантастике это та же самая сказка только сказка для взрослых дальше появляется созидательное творческое преобразующие силы человека человек что-то делает главный герой что-то творит и эта сила преобразовывает все вокруг он расколдовал поцеловал принцессу она расколдовалась или там любую сказку которую мы видим мы видим как преобразуется весь путь вся история поведение человека да девочка пошла гуси лебеди пошла спасать брата за братом в начале она отказывалась пить кисель из молочной реки есть яблоко пирожок на обратном пути после того когда она спасла брата вытащила из рук баба яги в ней произошла трансформация и она уже по-другому относится к любой помощи которые предлагают она не отказывается принимать силу которые дают дары которые природа нам дают а как часто бывает даже взрослый человек взрослых это особо проявляется вам делают комплимент а вы не чувствуете радости не принимаете ее не верите у меня девчонка знакомая когда я говорю моя хорошего не говорите и не хорошие то есть настолько внутри ребенка поранено внутреннее самоуважение любовь к своей самости что она даже не воспринимает такой простой комплимент как хорошие умные красивые нет и некрасивые нет и не такая почему поранено сказка позволяет вот научить принимать эти дары принимать комплименты принимать возможности которые земля нам дает трансформация превращение изменения и проявление обитателей волшебного мира вот это очень важный момент в сказках всегда она есть и принципы сказка терапии это донести до сознания ребенка будь то взрослого информацию о базовых жизненных ценностях второй это принцип жизненной силы то есть способность самому менять жизнь да герой получает какую-то волшебную палочку шапку-невидимку ковер самолет какой-то волшебный инструмент силу какую-то но он сам делает за него никто ничего не делает основной принцип то что главный герой сам делает это зоушка да пришли мышке помогли сделали ему карету и так далее волшебница принесла дала ей одежду но к принцу пошла она сама танцевала с ним она сама привлекла внимание тоже сама и способность самому менять жизнь в тот момент когда надо проявить себя проявлять в сказке сказка терапии есть принципы многогранности и связь между реальностями а у нас в сказке две реальности два мира мир яви и мир нави яви это та жизнь которая есть то что мы видим ощущаем реальный мир и мир нави мир волшебства хотя если смотреть например восточные традиции то там как раз явный мир считается миражом а истинной жизнью истинный миром считается мир души мир душевного неосезаемый тот мир в котором мы живем а друзья мои если у вас будут по ходу возникать вопросы какие-то пишите в чате мне будет очень интересно и общаться с вами и отвечать и понимать что вам близко что чем может быть вы не согласны и вообще три кита реальности у нас есть три реальности тонкая реальность социальная реальность и субъективная реальность в сказке эти три реальности присутствует и вот что такое тонкая реальность это постижение постижение когда мы умом постигаем что-то духовные силы это внутренняя уверенность сила воли то что движет человеком ощущение божественного в нашей жизни всегда существуют какие-то чудеса даже в нашей взрослой как бы реальности всегда имеет место случай кто-то ему говорит божественный случай кто-то говорит проведение но вот это неопределенность которые есть жизни который в любой момент может перевернуть проявиться вы идете по улице перекресток и вы не знаете кто выйдет из этого перекрестка и с кем вы встретитесь это может быть человек это может быть интересная машина это может быть пролететь какая-нибудь птица мы никогда не знаем что нас ждет за перекрестка и вот это ощущение божественного на самом деле в сказках в виде гротеска проявлено ну давайте простая сказка курочка ряба вдруг пришло яйцо золотое снесла яйцо золотое на самом деле я не знаю знаете ли вы о том какой какая метафора этой сказки о чем эта сказка на самом деле золотое яйцо это таланты дары которые даются нам если человек их не распознает он что делает он смотрит не знает что делать пришла мышка махнула хвостиком этот дар упал разбился они поплакали они даже не понимали что делать что с этим делать она сказала не волнуйтесь я снесу вам обычное яичко и снесла обычное яичко это сказка о том как можно упустить не заметить свой дар который дар который дается ведь по сути даже если бы осознали что вот это золото оно разбилось ведь ее можно собрать и опять можно было переплавить или что-то из этого делать но часто к нам приходят возможности и пока мы не осознаем что это возможности мы их просто так теряем и в случае удачи проходит как бы мимо нас с другой стороны в сказках есть эстетика красота когда описывают платье ощущение то чувство стихотворные сказки александр сергеевичу пушкина к примеру они же полны эстетики полны красоты или описание царских дворцов они тоже прививают в сознание человека красоту понятия красоты интереса и конечно же тонкий мир это интуиция у тонкой реальности есть свои архетипы это путь дорога герой всегда выходит в какую-то дорогу он идет куда-то и это дорога и есть тонкая реальность потому что в пути может случиться все что угодно приключение в котором проявляется самость героя он выступает каким-то образом проявляет анима душа золотой шар ощущение какой-то внутренней цельности и анимус проявление анимус архетип это волшебник голубка пегас мудрец который меняет реальность второй кит на которой основана сказка терапия это социальная реальность формирование в ребенков паттернов социально успешного поведения социальной силы то есть все герои коммуницирует между собой и когда мы смотрим социальную реальность то мы видим что проявляется отношение с кем-то другую дружат к вот так дружат так храждую так мстят и в результате что получается так я читаю вопрос подскажите пожалуйста когда вы семинар проект проектировали я не знаю смотрите в графике графики графики мероприятий это вопрос как не мне не так да друзья мои будет запись вебинара вы потом можете его в ю тубе посмотреть если неудобно все остальные вопросы не ко мне и так и здесь проявляется принцип охоты в коммуникациях героя сильный как ведет себя сильный герой он проявляет власть у него есть деньги богатство к нему у него есть социальное положение и возможности но бывает что герой временно ослабевает он не всегда может быть слабым или сильным бывает что герои по этим социальные роли перетекает одна в другое когда герой слабый что он делает он выживает его главная задача выжить выстоять а потом уже победить тогда что он делает он проявляет подчинение баба яга сказала подметать подметает избегание когда замирает герой или что-то там природа какие-то представителей сказочного мира замирают останавливается маскировка переодевается по других героев или шапка невидимка и ограничение и на этом тоже ребенок понимает что пока ты находишься в пассивной ситуации ты ограничиваешь себя ты не всегда ведешь себя как лев иногда иногда приходится как верблюд подчиняться избегаться терпеть ограничения не пока преодолевая только ты выходишь на следующий этап где можешь проявить власть а власть это еще и ответственность власть это забота и когда мы например в сказках работаем рассказываем отец дед и так далее мать любящих царь король что мы показываем что кроме того что они приказывают да и приказы они еще и заботятся то есть власть подразумевает еще и заботу об окружающих третий кит субъективная реальность субъективная реальность то что чувствует сам герой но самое интересное что субъективная реальность она создается на стыке тонкой реальности социальной реальности то есть то что он чувствует то что он думает по отношению к той социальной реальности которая его окружает возникает его субъективная реальность Если меня любят и хвалят, если я чувствую, что я поступаю правильно, тонкая реальность, то я хороший. И если я где-то ошибся, я где-то сделал неправильно, а вторая реальность социальная и меня наказывает, значит я плохой. Возникает вот эта субъективная реальность. На субъективную реальность влияет то, как человек думает, как ребёнок думает, а мы часто абсолютно не знаем, как он думает, и то, как окружающие на него реагируют, то, как окружающие его оценивают, к нему относятся, проявляет ли достаточно любви или нет, а проявляет только строгость. Метафора – это основной инструмент сказкотерапии. И здесь позволяет осознать внутреннюю составляющую человека, трансформировать его личность. Что мы делаем? Мы разговариваем о душе. Мы ему в сказке с помощью метафоры моделируем будущее. Ситуация возникает. Пришёл герой, там, змей Горыныч, выпустил там огонь, у него три головы. То есть много препятствий, моделируется ситуация. Что делает герой? Не сдаётся. Дальше описание внутренних переживаний. Что он вначале, ведь Иванушка испугался. А что со мной произойдёт? Или тот богатырь, который сражается с силами, плохими силами, с кащеем, с драконом, с кем угодно. Сказки у разных народов разные, герои совершенно разные. Но суть метафоры одна и та же. То есть меняется обёртка, меняется упаковка, но суть одна и та же. Он тоже вначале боится, а потом говорит, нет, я всё равно преодолею, я смогу, мне нужно. У него есть цель ради чего-то, ради какого-то. Он нацеливается на более длительное, более дальнюю, большую цель, мечту. Это его зацикливает, и он идёт к цели. И дальше идёт объективизация проблемного состояния. Проблемное состояние всё время проявляется каким-то более ощутимым способом. Свойства метафоры. Метафора должна быть парадоксальной. Она создаёт ассоциативы, ассоциации. Имеет самодвижение, то есть у неё внутренняя своя логика, с помощью которой она развивается. Она многозначна и всегда есть какая-то недосказанность. Кот в сапогах. Это метафора человека, который очень гибкий, может гибкость, который трансформируется, у него многозначная роль. Или даже сапоги, именно вот эти волшебные сапоги, они тоже метафора. Это ковёр, самолёт. Это тоже метафора. Дедуктивность. От частного мы идём к общему. То есть проявляется какая-то частная история. То есть, к примеру, скатерть-самобранка поставили, там всё пришло, а потом вдруг узнаёт, что целые селения обеднели. Почему? Потому что из ничего не возникает что-то. А это откуда пришлось сюда. И проявляется дедуктивность. Дальше полимодальность. Ощущения, эмоции, чувства, мысли. У каждой метафоры есть на эти все уровни. Мы к нему ощущаем какие-то телесные ощущения. Он гибкий, твёрдый, жёсткий, который можно сделать. Эмоции нам нравятся, не нравятся. И мы начинаем анализировать, насколько это хорошо, плохо. И они реалистичны. То есть, не совсем оторваны от реальности. А теперь больше к практике. В каких случаях сказка поможет решить проблему? Когда у ребёнка проявляется агрессивность. Агрессивность, неуверенность, страх, потеря, горе, лень, упрямство, слабая коммуникация. Это проблемные ситуации. Мы раньше говорили, что сказка помогает ещё и проявить поведенческие модели определения, определённые, ну, привыкнуть, где, как вести себя. А здесь мы рассматриваем, в каких ситуациях горе или несчастье может сказка помочь в решении вопроса. Коррекционные функции сказки. Сказка как зеркало. Ребёнок в нём видит человека, очень похожего на себя, который переживает его же эмоции. Он видит модели поведения. Проявляется посредник. С помощью сказки можно увидеть, как меняется жизнь, как что-то по-другому происходит. Дальше это хранитель опыта. Возвращение на ранние этапы человеческой жизни, когда по-другому всё происходит. Альтернативные концепции, когда ребёнок видит, а ведь суть этой проблемы в другом. Иногда у ребёнка возникают какие-то агрессивные состояния, потому что он не видит глубинные слои действия. Например, мама оставила его в садике и ушла, когда первые дни приходят. Мама меня не любит, она ушла. Или работа для мамы важна. Но на самом деле там же есть ещё и другие слои. Мама ушла на работу, чтобы заработать. Это проявление заботы. То, что мама ушла на работу, ставила ребёнка. Это проявление заботы, а ребёнок-то не понимает, может не понимать на каких-то этапах. И вот эти функции сказки позволяют понимать внутренние альтернативные концепции. Иная позиция. В сказке есть много героев. И дети, они часто одну и ту же сказку просят рассказать многократно. Почему? Они по очереди переходят из одной роли в другую роль. Они примеряют на себя разные роли. Они осознают характеры одной роли. И когда они вычерпывают из сказки всё, что они могли на данном этапе развития получить, они уже просят рассказать что-нибудь другое. С другой стороны, это прививание новых привычек. Как работать со сказкой. Как с метафорой. То есть взяли и рассказали, на что это похоже, а как это может произойти в жизни. Например, колобок. Что произошло? Бабушка, дедушка проголодались. Поискали, слепили, поставили на подоконник. Колобок не послушался и ушёл. Он встретил приключение, а потом его взял и съел. Съел и лиса, взял и съел и лиса. На самом деле, глубины, если рассматривать эту сказку, там есть очень много этапов. И можно посмотреть, как он проявляется хитрость, как он проявляет ловкость, как он азарт, стремление к приключениям на этом пути. Происходит много всякой всячины. И в конце концов, он реализует свой внутренний потенциал, ради чего он был создан. Ведь колобок сделал для того, чтобы его съесть, в конце концов. Да, но съел лиса, которая оказалась хитрой. Тоже метафора. Тоже метафора. Очень запутанная метафора. Но есть интересные моменты, которые можно рассказывать, разгадывать, спрашивать, задавать вопросы, заставить задуматься. Рисование по мотивам сказки. Дело в том, что когда мы рисуем, руки у нас работают медленнее, чем язык. Мы говорим быстрее, чем успеваем думать. А здесь, благодаря рисованию, мысль замедляется и фиксируется. Не зря так много уделяется сейчас. В последние годы появились направления нейрографика или фрактальное рисование. Потому что любое творчество влияет на сознание. Когда ребёнок начинает рисовать по мотивам сказки, у него идёт внутреннее осознание каких-то деталей. Он вырисовывает детали домика, которые там есть. Героя одевает в определённую одежду. Ветер, движение, какие-то моменты. И пока он это рисует, у него в голове проходит огромнейшая работа по расшифровке заложенного в сказке информационного кода. Мы даже это осознать не можем, насколько глубоко это проникает. Но каждый ребёнок его расшифровывает по-своему. На том уровне, исходя, как мы смотрели, то есть и субъективная реальность состоит из объективной реальности, то есть из социальной реальности и тонкой реальности. Из того, что он видит вокруг, родителей, школа, жизнь, кинофильмы, ветер, его внутреннего восприятия, тонкого восприятия, проявляет его субъективные мотивированные, субъективные личности, проявление субъекта. Можно с детьми проигрывать эпизоды, какие-то эпизоды, когда они проигрывают и смотрят хорошо, плохо, что он при этом чувствует. Дальше обсуждение поведения и мотива действий персонажа. И сказки, нравоучения. И, конечно, творческая работа по мотивам сказки. Это могут быть и кукольные театры, это могут быть коллажи. То есть любая работа по мотивам сказки позволяет распаковывать паттерны, скрытые подсознательные паттерны для ребёнка. Я привела вот такую сказку. Эту сказку написала Ирина Владимировна Стишонок. Она как раз сказка терапевта. Жила-была ласточка, у которой не было своего гнезда. Сказка на самом деле не для детей, для взрослых. Хотя для детей она тоже подойдёт. Жила-была ласточка, у которой не было своего гнезда. Она часто гостила у многочисленных друзей, но нигде долго не задерживалась. Минуты радости от встречи сменялись часами неприятные грусти. И ласточка стремительно улетала к другому гнезду. Так повторялось снова и снова. Однажды, устав от бесконечных полётов, ласточка села на светущее дерево. На нём не было гнезд, рядом не летали добрые друзья, но сердце птицы неожиданно сказала. Здесь место для твоего дома, создай его сама. И ласточка свила своё гнездо, принеся в него тепло, радость и уют. С одной стороны, нам кажется, что это сказка для взрослых. Но ведь если мы возьмём, дети играют в разные игры, и все эти игры на самом деле, что такое? Это детские, ну, дети играют в семью, в магазин, они моделируют поведение взрослых. И в этой сказке мы даём ребёнку понимание, что каждый творит себе свой собственный дом. Свой уютный уголок. И ласточка свела своего гнездо, принеся в нём тепло и радость. Дальше обсуждаем. Смотрите, какие вопросы мы можем задать. Почему ласточка часто гостила у друзей? Потому что у неё не было домика, дети могут говорить совершенно разные вещи. И, например, вот этот вопрос, он больше диагностический. Мы, можно по нему понимать, как человек видит ситуацию. Почему ласточке стало грустно? И вот здесь, опять же, диагностический ребёнок вдруг может сказать, хотя не всегда. То есть не пытайтесь прямо сказать, да, это диагнозы, что происходит на самом деле с ребёнком. Но, слушая ответы детей на эти вопросы, мы можем вдруг почувствовать, а что чувствует сам ребёнок. Почему ласточке стало грустно? А как сделать новое гнездо уютным? Этим вопросом мы в ребёнке пробуждаем его творческую силу. То, что ласточка сделала уютным, значит, и я могу сделать уютным. А как бы я делаю дом уютным? А как мама делает дом уютным? Как папа делает? Если бы ласточке не стало грустно, свела бы она своё новое гнёздышко. А вот здесь мы даём другую трансформационную установку. Смотрите, иногда нам грустно, и ребёнок сидит и грустит, ему плохо, всё ему плохо сделали. А тут возникается новый паттерн поведения. Смотри, ласточке было грустно, и она придумала превосходное решение. Она свела себе гнездо и стала обладательницей собственного дома. То есть, когда нам грустно, когда нам плохо, это не всегда является плохо. Это наше субъективное чувство. Мы можем менять. И когда мы поменяем, может, станет даже лучше, чем было до того, до той минуты. Дорогие друзья, вебинар окончится минут через 10-15. Так что вы тогда и сможете провести оплату. Так, а где тебе хорошо, в гостях или дома? А тебе уютно в твоём доме? Что ты можешь сделать, чтобы у тебя в домике тоже было уютно, как у ласточки? Да, будет запись. Структура волшебной сказки. Когда мы будем сами сочинять, дорогие друзья, это начинается со следующего этапа. Описание межной жизни героя. Вначале написано, как он живёт, какая ситуация. А дальше происходит некоторое событие. Трагический, переломный момент. Или герой нарушает запрет, попадает на удочку обманщика. Или не люби мачеха и убегает. Дальше, следующий, второй этап, отправляется в путь. На этом этапе появляется помощник, волшебник, творящий волшебство, вещь какая-то. Находит три орешка, да, какой золушки. Появляется кто-то, кто подсказывает. Герой добирается до иного царства, то есть попадает в совершенно иные непривычные условия жизни. Он борется, побеждает. Но, друзья мои, сказка на этом не заканчивается. Идёт возвращение. Ему надо отстоять свою победу. На обратном пути за ним погоня и спасение, когда возвращается домой. Иногда в нашей жизни мы делаем первые этапы, но забываем о шестом и седьмом. Вот каждую победу надо отстоять. И в сказках закрепляется вот это ощущение ребёнка, это ощущение, что надо отстаивать эту позицию. Психологическое содержание волшебной сказки. Это конфликт-герой. Злые персонажи. Смотрите, у нас здесь есть вот эти слайды в виде PDF. файла вы можете скачать. И вот по этим двум слайдам сами можете уже сочинить сказку. Любую сказку. Герой, если мы рассказываем для мальчика или для девочки, жила, была в волшебном королевстве. Девочка, ей было 4-5 лет, схожий с ребёнком в возрасте. У него были сёстры, братья или что-то другое, смотря что мы делаем. И появляется конфликтный случай. Дальше герой уходит в путь, отправляется в путь, на пути встречает кого-то, спрашивает или каким-то волшебным образом проявляется вот это творящее чудо-сила. Дальше герой добирается до иного царства, попадает в иные условия, в которых он борется, побеждает, дальше возвращается. И при возвращении домой идёт спасение. И дальше мы можем также сделать конфликт героя. Должны быть злые персонажи, препятствия, которые он преодолевает. Возникают друзья, помощники. Появляются условия для решения конфликта, где он преодолевает препятствия и побеждает. Но уже после того, как он победил, произошла трансформация личности на обратном пути. И тот же путь он проходит, но по-другому, в другом состоянии, в новом качестве. То есть возвращается человек не просто с победой, но и с новыми духовными, душевными качествами. Есть сказки дидактические, например, вот Мойдадыр, да? Здесь видение в сказочную страну, где душевлённые символы, душевляемые рассказывают о нравах, привычках. Здесь уже идёт разрушение благополучия, когда нарушается что-то. И обращение к ребёнку. Мы обращаемся только человек с пылким сердцем и знанием может всё спасти. Тогда ребёнок начинает входить в состояние героя. Он сам ищет решение. А как же может спасти? Что же, во-первых, знание, но с другой пылкой доброе сердце. Психокоррекционные сказки помогают преодолеть страхи, какие-то психологические проблемы. Мы подбираем героя близкого к возрасту и характеру ребёнка. Рассказываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребёнок находил схожесть с собой, но он должен входить в сказочное состояние. Это не он, но другой человек, зеркало, похожее на него, отдалённо похожее. Но угадываем. Помещаем героя в ситуацию ребёнка, приписываем те переживания, которые он переживает. Дальше. Герой начинает искать выход из создавшегося положения. Положение усложняется. Положение всегда должно усложняться, потому что в жизни так и получается. Проявляется мудрец, объясняющий суть происходящего. И герой понимает свои ошибки, исправляет их. Он опять же трансформируется. Причины плохого поведения детей. Обычно дети проявляют плохое поведение, когда желают привлечь к себе внимание. Они, во-первых, пять причин. Всего лишь существует пять причин плохого поведения детей. Если мы разъясним и будем знать, какую сказку, каким образом ему рассказать. Желает привлечь к себе внимание. Желает властвовать над ситуацией людьми, которые вокруг. Желает отомстить взрослым, потому что у него искажённое видение проблемы. То, о чём я говорила, да, на примере мамы, которая уходит на работу. Ему страшно, тревожно. И он хочет избежать неудачи, какой-то опасности. Внутренний страх. У него не сформировано чувство меры. Он хочет всего сразу, прямо сейчас. И исходя из того, мы находим причину плохого поведения ребёнка. И начинаем рассказывать сказку. Сказку устроим по следующему принципу тоже. Подбираем героя, рассказываем жизнь. Ну что ж, друзья, на этом я скоро закончу. И в финале хочу привести вот стату Михаила Прежвина. В каждой детской сказке живёт ещё одна, которая в полной мере может понять лишь взрослый. Лишь взрослый человек может понять, какие сказки живут внутри сказки ребёнка. И когда он понимает, он начинает рассказывать такие сказки и работать со сказкой таким образом, что он несёт лечебный психотерапевтический эффект для ребёнка. Ну что ж, друзья, на этом я закончила свою часть. Приглашаю Павла Юрьевича, чтобы он рассказал, как и где получить сертификаты. Надеюсь, рассказ был вам интересен. Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю. Большое спасибо вам. Вот Павел Юрьевич как раз скинул ссылку, что следующий вебинар с моим участием будет на тему партнёрства дошкольной образовательной организации и семьи. Новый формат отношений в контексте ФГО с дошкольного образования. Рада буду вас видеть. И если у вас будут вопросы, тоже сообщайте. Надеюсь, было интересно. Вы можете скачать вот эти слайды и использовать. Сочиняйте сказки на здоровье, на радость, чтобы ваши дети были счастливыми, удачными, ваши ученики радостными. И с помощью сказок действительно можно снять и агрессию детей, дать им понять, почему они так ведут себя в определённых ситуациях в жизни, что с ними происходит. У вас есть вопросы? Остались ли вопросы? Относительно сказок. То есть сказки требуют того, чтобы с ними работали, рассказывали. И чем больше вы будете рассказывать с детьми, обсуждать обсуждение, задавать вопросы, проигрывать его в кукольном театре любым другим способом, то у вас всё будет отлично. Ну что ж, до свидания, друзья. Желаю вам успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.